Первый день мы вышли, думаем, что все нормально, семечка нормальная, будем работать. Работа комбайнера на этом поле рано не начинается. Утренняя роса может помешать уборке, ведь влажность для семечки не лучший попутчик. Проб для заезда оказался удачным и теперь в день специалисты на одном комбайне смогут убрать до 50 гектаров подсолнечника. По плану уборка подсолнечника должна была начаться раньше, это конец августа или середина сентября. Но помешала погода, на Ставрополе были обильные дожди и семечка была влажная и сбору не подлежала. Теперь сухие ядра смогут правильно собрать и хранить. Для этого после срезки их очистят от мусора и оставят в сухом помещении. Сорта на этих полях масличные и весь собранный урожай пойдет на изготовление растительного масла. После всех анализов семечки останутся на Ставрополе, их выкупят краевые производители. В этом году у нас, например, посевная кампания прошла нормально, все всходы были прекрасные, но были пониженные температуры, которые, например, мы сейчас смотрим, что высота растений маленькая, потому что была пониженная температура, а потом была засуха. Но то, что во время уборки прошли дожди, когда он цвел, я же говорю, налив, произошел прекрасный. Ну высота нам не играет, нам главное урожайность, чтобы была и все. Но даже если в собранных семечках и выявятся какие-то недостатки, эта часть урожая тоже не пропадет. Ее отправят на изготовление олифы. Она применяется в качестве лака или основы для краски. Пробная урожайность была 20-21 центер. Ну посмотрим, сколько будет по факту. Ну считаем это нормально. У нас план 17,7, думаю мы его выполним. Сейчас активная уборка подсолнечника ведется в 24 округах региона. В крае уже убрали почти 180 тысяч гектаров, сообщили в Минсельхозе Ставрополья. Это более 60% от плана. Закончить уборку аграрии планируют через неделю. А уже совсем скоро ждут на магазинных полках качественное Ставропольское масло, Виктория Шкальная и Иван Шаталов. Ставропольское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok